Все только началось. Впереди у иркутян несколько дней культурного праздника. В городе стартовал фестиваль «Энергия Плюс». Подготовлено масса мероприятий. Одно из направлений – бесплатные кинопоказы и встречи с известными российскими актерами. Среди именитых гостей – Гоша Куценко, Виктория Исакова, Алексей Чадов. Они представят в том числе и свои новые фильмы. Например, в Иркутске состоится премьера картины «Сто лет тому вперед». Организатор фестиваля сообщает, что кинопрограмма была специально расширена, а в связи с дождями показы будут проходить не только на бульваре Гагарина, но и в кинотеатре художественном. Какие еще подарки подготовили для иркутян и как прошло открытие фестиваля, расскажем прямо сейчас. От винта и полетели. Так в Иркутске дали старт фестивалю «Энергия Плюс». Первым делом – экскурсия по аллее чудес. Словно Алису из одноименного произведения, здесь зрителя встречает белый кролик, ловец снов и окно в мир. Все из соломы. Второй год подряд. В столице Привайкалья арт-объекты из этого материала украшают набережную Ангары. Лучших авторов этих скульптур сегодня наградили. В числе победителей – Оксана и Алексей из Свирска. Их работу под крылом «Ангела» высоко оценила жюри. Алексей у нас технолог, он за всякие технологические штуки отвечал, за тяжелую работу. Вот, и это освобождало много для меня моментов для мелкой работы. Для мелкой, решающей и очень важной работы. То есть вместе это все сработало. Теперь соломенные скульптуры будут радовать горожан до конца лета. И это лишь один из подарков, который преподнес Иркутску основанный Олегом Дерипаской «Энергохолдинг Н-Плюс». Фестиваль – это масса самых разных событий. Встречи с известными деятелями искусств, кинопоказы, дискуссии, мастер-классы и конкурсы. И на все мероприятия свободный доступ. Это уже второй для Иркутска фестиваль «Энергия Плюс». Июль выбран для праздника не случайно. Мы специально выбрали летнее время для проведения фестиваля, чтобы доставить как минимум три дня насеченных позитивными эмоциями. Возможности поделиться какими-то яркими воспоминаниями всеми членами семьи. Начиная от просмотра нашего прекрасного фестиваля соломенных фигур, заканчивая общение с фантастическими людьми, приехавшими в Иркутск. Плюс приятное, соответственно, проведение времени за приятной едой, приятной компанией, с хорошей музыкой. Очень отрадно, что компания не забывает про Легион, про Иркутск, уделяет особое внимание к жителям Иркутска и к жителям Иркутской области. В списке гостей фестиваля известны актеры, писатели, журналисты. В числе первых встречу с иркутянами сегодня провел именитый литературный критик Павел Басинский. Все интересующиеся книгами получили полтора часа живого общения. Очень многие люди, в том числе великие люди того времени, либо начинали как толстовцы, в том числе горькие. Впереди у иркутян еще два дня фестиваля. И каждый из них – это новое знакомство с яркими творческими личностями. А то, что для горожан такие встречи нужны и важны, доказал сегодняшний день. Сотни людей, несмотря на пасмурную погоду, пришли на бульвар Гагарина. Олег Федоров, Андрей Назаров, Новости по будням.